Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, приветствую вас в Москве на стадионе «Октябрь» на матче 11-го тура женской футбольной суперлиги. Конец октября, пора довольно холодная, но в столице в этом странном 2020 году, конец октября, получается весьма даже приятный. Не очень сегодня холодно, невзирая на официальную температуру плюс 6, ветер не сильный, вполне комфортные условия для просмотра футбола. В будний день, в это раннее время, посмотреть за этим матчем. С центра поля начинает Чертанова, сразу обращаем внимание на то, что сегодня команда Сергея Лаврентьева играет по схеме с тремя центральными защитниками. Составы команд я, безусловно, назову, но, пожалуй, посмотрим за атакой, которую лидеры нынешнего сезона проводят через правый край. Огромное количество игроков в национальной сборной было чрезвычайно тяжело. Локомотив, по большому счету, чердановских девушек сдавил. В атаке гостьи, вот такая проникающая передача, можно бить, удар 1-0, Чертанов открывает счет в первой же атаке. Кристина Комиссарова становится самым настоящим злым гением ЦСКА. Второй гол Комиссаровой в этом сезоне, второй гол именно в ворота действующего чемпиона страны. 1-0, и вот реакция Сергея Лаврентьева. Вы бы знали, насколько он был подавлен, расстроен, когда не удалось зацепить очки в матче первого круга. Борьбу, длинная передача, вот что требуется армейским девушкам. Поиск Габи Онгене на пространстве на скорости, перевод поперечный. Что можно бить, наверное, штрафной удар. Да-да-да, и это будет очень опасно. Дистанция убойнейшая. Итак, Смирнова, аккуратный удар. Какой полет Дианы Пономаревой. Сейф в исполнении иголкипера Чертанова. Классный эпизод. Динамичный, красивый. Исполняла именно этот штрафной. Надежда Смирнова не била, а направляла аккуратно, мягко. Совсем скоро мы услышим свисток Марины Крупской. Ну а пока еще одна последняя атака первого тайма. Ангена назад. Мануйлова. Подача. Удар в касание заблокирован. Вторая попытка еще может быть. Момент Беспаликова. И смело вырывается на нее голкипера Диана Пономарева. Накрывает Беспаликова в момент удара. И на этом завершается эмоциональный, тяжелый, боевой первый тайм. Завершается он в пользу Чертанова на седьмой минуте. Счет открыла Кристина Комиссарова. Дорогие друзья, в самое ближайшее время увидим мы лучшие моменты. И тот гол, который Комиссарова, вот она, в начале матча сумела оформить. После чего немного отдохнем и морально приготовимся к сражению во втором тайме этого матча. Оставайтесь с нами. Во всяком случае, именно Комиссарова на поле, кажется, я не наблюдаю. Будем разбираться. Да поможет нам в этом. И первый момент связан с тем, что Чертанова после забитого мяча в начале первого тайма. Особенно в атаке себя никак не проявляла. Подача. Удар опасный. Тащит Пономаревов. Вообще активно она подключается к атаке. Это было и в первом тайме на правом краю. Это сейчас активно. И на левом фланге. Максимальное вовлечение всех. Все еще один ноль в пользу Чертанова. Чертанова на вес. Опасный удар. Перекладина добила не будет. Пока нет. Выбивают мяч из своей штрафной площади. Чертановские девушки. И причем точно на Алану Чочи его. И корпус очень здорово, грамотно ставит перед ней. Кажется, Карина Блынская. Но продолжается игра. Яковлево все еще у бровки находится. В наив на вес. Принимает мяч Черномырдина. Пустые ворота падает на газон. Маргарита Бенальти. Бенальти ставит Марина Крыпская. Реагируя на этот контакт. Реагируя на то, что заваливали Черномырдину. И пытались держать всеми возможными способами. Но и в итоге звук. Ударение о пластик. Мы только что услышали. Это реакция Сергея Лаврентьева. Пенальти, дорогие друзья. Разумеется, у мяча Надежда Смирнова. Контакт был, падение было. Связь между этими событиями в наличии. Удар! Отражает мяч! И что, забирает? Нет, еще пинайте? Нет, не будет. После этого падения пол фиксироваться. Диана Пономарева тащит 11-метровый и, возможно, получает повреждение. Падает она на газон. Отразив мяч, прыгнула буквально под ноги. Под добивание, которое было совершено. Тут же выбегают на поле врачи. Но вот этот эпизод. Падение это было, между прочим. Контакт тоже здесь был. Давайте посмотрим. У Максима Зиновьева больше средств для вмешательства в эту игру не осталось. В резерве остались только голкиперы. Две замены были вынужденными. ЦСКА давит. ЦСКА атакует. ЦСКА пытается моменты создавать. Иногда выходит. Но пока нулевая реализация. Подача. Удар, угол. 1-1. Сравнивает счет. Сравнивает счет. ЦСКА. И побежали с мячом уже к центру поля армейские девушки. Стандарты красно-синих работают. И нам показывают Юлию Плюшкову. Подача. Да, вы знаете. Юлия Плюшкова, которая не так давно вышла на поле. А вот еще в наличии у ЦСКА есть время на одну атаку. И не успеет к этому мячу рвануть. Маргарита Черномырдина, которая не ждала такой передачи. И звучит финальный свисток. 1-1. Сенсация. Самая настоящая на старте 11-го тура женской футбольной суперлиги. Черданова зарабатывает первый балл в этом сезоне. Первая ничья для белосиних, которая при определенном раскладе могла обернуться победой. Но не срослось. 1-1. Ковестина Комиссарова в начале этого матча первым же ударом в створк открыла счет. И на 82-й минуте счет сравнила Юлия Плюшкова. И по праву Черданова сегодня увозит с чужого поля, из чужих стен. Один первый долгожданный, столь ценный набранный балл. Два очка теряет ЦСКА. Интрига в борьбе за чемпионство закручивается с новой силой.